Военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление в нашем эфире. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Александр, мы много раз, наверное, уже обсуждали значение дронов в этой современной войне. Наши военные отмечают, что россияне тоже сейчас учатся в этой войне, тоже усиливают свои силы разного типа дронами на линии фронта. Скажите, можно ли провести аналогии с артиллерийскими снарядами и понять, как много дронов тратит и Украина, и Россия в день? Например, таких, о которых шла речь в сюжете. Действительно, дроны используются по всей протяженности линии боестолкновения, и они используются для разных целей. Есть разведывательные дроны, которые проводят разведку, которые корректируют артиллерию. Есть дроны, дроны-камикадзе, дроны, которые помимо разведывательных действий еще и выполняют функции сброса тех или иных боеприпасов на позиции противника, либо на технику противника. И все эти дроны комплексно имеют основного его врага в виде РЭП. РЭП больше у российских оккупантов, к сожалению. У них действует большее количество данных комплексов, и, следовательно, к сожалению, но потери среди дронов у украинской армии больше, чем у российских оккупантов. С другой стороны, у них есть свои определенные технические и технологические ограничения по использованию дронов так, как их используем мы. Они приходят, примерно, на те же самые возможности по дронам-камикадзе, когда это непосредственно заводского производства, а достаточно быстро созданное в полевых условиях некое средство поражения, и не только. Сколько их тратится? С артиллерийскими боеприпасами я не могу проводить абсолютно параллель, потому что артиллерийские боеприпасы – это десятки тысяч выстрелов в сутки. Это десятки тысяч выстрелов в сутки. Когда мы говорим о дронах, то можно говорить о потерях десяток единиц в течение суток. Причем потери, опять-таки, следует разрезнять. Десятки потерянных в результате противодействия противника, десятки потерянных, как успешно выполненных боевую задачу, как дрон-камикадзе, или же десятки потерянных из-за технических неисправностей, и на них тоже это все влияет, и даже и погодные условия, в которых они действуют. Вы знаете, Служба безопасности Украины часто публикует видео того, как они уничтожают средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. Расскажите, тяжело ли это сейчас дается нашим силам обороны? В целом, вы говорите, что их много на линии фронта сейчас. Если говорить об уничтожении непосредственно РЭП, комплекса радиоэлектронной борьбы, то уничтожение его с помощью дрона, это действительно уникальный может быть случай, поскольку РЭП именно работает против дронов. Это уникальный случай. Или РЭП в этот момент должен быть отключен, или он должен быть, ну, скажем так, не совсем функционабельный. Видимо, поломался, поломка имеется какой-то, какая-либо. В основном уничтожение ведется средством наблюдения. Вот даже сейчас, например, на видео демонстрируется один из таких вариантов уничтожения одного из средств наблюдения. Россияне их расставили, в частности, Муром. Такое средство наблюдения, как Муром, довольно часто россияне расставляют, чтобы контролировать ту или иную зону в районе, где может произойти, например, наступление сил обороны Украины, или вообще, где находятся наши позиции. Поэтому это очень важно для уменьшения поступления разведывательной и оперативной информации противнику. Александр, что вы скажете сейчас о качестве тех неизвестных дронов, которые время от времени залетают в российские министерства, расположенные в башнях Москва-Сити, или же пролетают над Рублевкой, пугая местную знать? Я могу сказать так, что это дроны несколько иной модификации, нежели те, что зачастую используются в зоне боевых действий. В зоне боевых действий, например, используются там FPV-дроны, там Mavic. То, что мы можем наблюдать в последнее время над Москвой в воздушном пространстве России, это куда более, куда более такие дроны, тяжеловесные, назовем это так, поскольку они имеют возможность нести боевую часть. Очевидно, что больше, чем 20-20 килограмм, это точно. Они имеют крейсерскую скорость в пределах 150-180 километров в час. И, конечно же, они имеют возможность летать на расстояния значительно большие, нежели те дроны, которые по линии боестолкновений используются. То есть мы можем смело говорить о том, что эти дроны могут летать на 500-800 километров и даже более того. То есть это более серьезная такая модификация, предназначенная для дальних перелетов. Российские оккупанты заявляют о том, что они поражают эти дроны и говорят, что они их садят благодаря как раз этим РЭП. Так ли это всегда, как заявляют российская сторона? Ну, если дрон такого типа садится в районе города, как это они называют, садится, но на самом деле не садится. В большинстве случаев здесь садится, это когда перехватывается канал управления, и этим дроном уже управляют вручную, и действительно его садят. Либо направляют в какое-то место, в речку какую-нибудь или озеро, где его там успешно и затапливают, и он взбивается и взрывается в безопасном месте. В случае с россиянами, в большинстве своем, когда перехватывает РЭП, он просто обрубает канал связи, и дрон дальше летит, не контролирует. У каждого дрона есть какая-то определенная цель. Уничтожить какой-либо объект и тому подобное. И когда ему обрубается канал связи над городом, где многоэтажная застройка, довольно-таки плотная многоэтажная застройка, но он попросту теряет это управление и летит, куда глаза глядят, и неизвестно, никто не может предсказать конкретно, куда он врежется. Хотя те случаи, которые произошли в Москва-сити, башни IQ, это явно не перехват РЭП, поскольку дважды дроны влетали практически в одни и те же этажи с небольшой разницей, то есть довольно-таки хорошая пристрелка, назовусь так. Но от РЭПа действительно спастись очень непросто. Единственное, это когда сам объект, дрон, например, или крылатая ракета, он сам по себе является комплексом РЭП и способен ставить помехи, и имеет защиту от воздействия уже комплексов противника. Но это совсем другой технологический уровень, и это совсем другой уже, совсем другого типа должны быть дроны. Но я не исключаю, что и такие появятся со временем. Александр, накануне в Подмосковье, в Сергиевом посаде прозвучали взрывы. Россияне рассказывали, что пиротехника взорвалась на территории оптико-технического завода. Как вы считаете, что произошло? Можно ли говорить об эффекте линзы? Ну, конечно, это же по оптике завод выпускал. И произошло, соответственно, техника безопасности была не предусмотрена, а нарушена. Ну, в целом, пока каких-либо заявлений, что самое интересное, почему-то я не слышал заявлений в адрес Украины со стороны Российской Федерации. То, что это не мы, это само собой понятно. Вообще мы не причастны к этим разным инцидентам в России, никакого отношения не имеем. Но в целом, удивительно, что Россия нас в этом не обвиняет. Для нее же это кредо. Даже, скажем так, если брать те техногенные катастрофы, которые у них происходили именно по техногенной причине, ну, например, газопровод, который 30 лет не ремонтировался, труба уже проржавела, и он взрывается. Ну, разве же сам себя обвинишь в том, что все деньги, которые выделялись на ремонт этого газопровода, они крались. Нет, легче обвинить какую-то ДРГ, ВСУ или, например, дроны украинские. Вот дрон ударил по газопроводу. Ну, окей. И таким образом снимаешь с себя ответственность. Но в данном случае это не прозвучало. То есть вот что настораживает. Почему-то Россия не обвинила Украину в том, что Украина может быть причастна к данному инциденту. Странное явление, не так ли? Возможно, это обусловлено с тем, что Россия в данном случае не пользуется этим нарративом, поскольку, ну, это же совсем уже унижение самой себя, неспособность обеспечить охраной и защитой настолько важное предприятие стратегического значения. Причем, опять-таки, в районе Москвы, даже, скажем так, Сергеев Посад, он находится немного северо-восточнее от Москвы. То есть это аж за Москвой. То есть если они будут обвинять его Украину в этом, то что же это получается? Некий объект украинского производства, например, пролетел, не имеющий нагло в мире, ПВО Москвы и нанес удар по объекту стратегического значения в Сергеев Посад, но этого унижения дальше некуда. По-моему, хотя нет, было, в Кремле что-то случилось на крыше одного из зданий Кремля, дважды причем. Но это, наверное, было что-то другое. Александр, у нас есть еще кадры того, что произошло в Сергеевом Посаде, в частности, что находили, собственно, вокруг этой территории. Я попрошу сейчас режиссеров показать. Вот какие-то элементы валяются. Как вы считаете, что это могло быть? Честно говоря, деформированный элемент очень сложно сказать, но я бы сказал, что он схож либо с 122-м выстрелом 122-го калибра, либо с 115-го калибра. Но, опять-таки, нужно наявно смотреть и рассматривать. То есть это выглядит как боеприпас. Либо танковый выстрел, либо артиллерийский выстрел. То есть они несколько отличаются. Один для нарезного ствола, другой для гладкоствольного орудия. Но, опять-таки, по размерам, не имея возможности потрогать руками, так сложно сказать, к какому именно типу относятся. Но о салютах и фейерверках вряд ли идет речь. Не, ну снаряды же это тоже своего рода некая пиротехника. И давайте, как анонсировали, поговорим сейчас с вами еще о беспилотниках, только теперь уже морских. Морские надводные беспилотные аппараты становятся все более важным элементом морской войны для нанесения ударов по кораблям, которые играют значительную роль в российских морских поставках. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Александр, какую вы роль отводите сейчас надводным дронам, и что скажете об их эффективности? Мы видим, что эффективность очень высокая. Даже несмотря на то, что российские оккупанты имеют возможность время от времени отбивать подобного рода атаки, они все равно ограничены в этих возможностях. Например, в ночное время суток отбивать такие атаки, ну, очень сложно. Практически сводится все к фиаско. Это первый момент. Второй момент. Мы видим, как... Ну, вот сейчас мы конкретно наблюдаем за атакой на большой десантный корабль проекта 775, Оленигорский горняк. Несколько моментов очень важных. Сколько стоит этот дрон, безэкипажный катер, который сейчас направляется к этому большому десантному кораблю, и сколько стоит в настоящее время этот БДК? Какова его стоимость? При том, что Россия не может, не имеет возможности строить на своих верфях БДК проекта 775. То есть этот корабль сам по себе уже является уникальным, а его потеря невосполнима, некомпенсируема. То есть тут еще очень важен этот момент. По сути, дешевые в сравнении с дорогущими корветами, фрегатами, большими десантными кораблями, безэкипажные катера представляют для всей этой армады российской реальную угрозу. Реальную угрозу. И если бы это был, например, небольшой десантный корабль водоизмещением 4000 тонн, а если бы это был корвет водоизмещением до 1000 тонн, то он бы гарантированно затонул. Это гарантированная потеря корвета. Александр, возникает логический вопрос, сколько же стоит такой дрон, сколько стоит такой корабль? Это, наверное, в сотни раз разнятся эти лиц, в тысячи раз, в сотни тысяч раз разнятся эти цены. Я не могу сказать, сколько стоит такой безэкипажный катер. Не могу. Мне сложно оценить. Но я скажу так, это не используя как стопроцентную правду, но это 150-200-250 тысяч долларов. Примерно так. Может быть такая расценка. Я не исключаю. Вот в таких пределах. Но мы говорим о кораблях, стоимость которых сотни миллионов долларов. Вот она разница. Хорошо. Найдут ли россияне методы противодействия таким беспилотникам? И как считаете, как в целом будет развиваться это направление вооружения? Что будет с морскими дронами в будущем? Ведь, вероятно, сейчас многие страны наблюдают за этим опытом, даже в акватории Черного моря. Они будут совершенствоваться, они будут эволюционировать. Мы даже сейчас видим эволюцию надводных дронов, как они увеличивают дальность плавания, как они увеличивают качество управления на расстоянии, как они увеличивают боевую часть и так далее и тому подобное. Россияне что-то экстраординарное не смогут противопоставить. Они будут стараться защищать свои порты боновыми заграждениями, но это не панацея абсолютно вообще. Боновое заграждение не является панацеей. В свою очередь, корабли в открытом море защищены только тем вооружением, которое имеется у них на борту. И оно не всегда, опять-таки, может эффективно применяться, особенно в ночное время. Ну и мы понимаем, что потери армии Российской Федерации у моря, вероятно, такие, какими их себе оккупанты не представляли. Александр, скажите, интересное ваше мнение, насколько достижимо или недостижимо, наоборот, цель сейчас для вооруженных сил Украины в виде российской подводной лодки? К сожалению, российская подводная лодка является целью только тогда, когда она в надводном положении. А в надводном положении она зачастую в порту. Ну, например, в том же самом Севастополе, в Стрелецкой бухте и так далее. То есть, если удается прорваться в бухту Севастополя некоему надводному дрону и направленно нанести удар по той же самой подводной лодке, которая находится в надводном положении, так, да, конечно, это вполне реально. Ну, и я знаю, что вы пристально следите сейчас за ситуацией по всей линии фронта. Мы знаем, что надводными дронами были атакован и незаконный Керченский мост. Кроме того, мосты устают и в других местах сейчас, но уже не от надводных дронов, Ченгарский, Генический. Насколько важны сейчас эти переправы для оккупантов и чем важно, собственно, их уничтожение для вооруженных сил Украины? Жизненно важно. Эти логистические артерии жизненно важны для оккупантов и жизненно важно их уничтожать силам обороны Украины. Нарушается логистика. Они уже понтонную переправу взвели в районе Ченгара, но она не дает возможности полноценно перебрасывать силы и средства в тех объемах, в которых, например, перебрасывалось бы через функционирующую дорогу. И в целом, если даже перенаправить на Армянск, это плюс 150-170 километров не наилучших дорог, если опять переезжать в Запорожскую область с Чаплынки, это все влияет на темпы поставок сил и средств российской группировки на юге. Ну и, соответственно, когда темпы обеспечения передовых подразделений падают, передовые подразделения теряют в своих возможностях, в своем функционале. Поэтому это критично для россиян, и это крайне выгодно для наших украинских военных. Скажите, а все эти взрывы на этих мостах связаны ли с этими взрывами передвижения военной техники через Мариуполь в направлении Бердянска? Это один из маршрутов, это одно из направлений. Кстати, на Бердянс неоднократно заходили большие десантные корабли, и, например, из Таганрога тоже курсировали периодично вот такие вот направления. Да, они могут использовать эту автомобильную дорогу, но, например, в отличие от крымского направления, через транзитный узел Крым, она не такая безопасна. Она вообще не безопасна, скажем так. А по мере продвижения сил обороны Украины на юг и освобождения новых территорий, ну, этот маршрут вообще может стать для них экстремально критическим. И, Александр, давайте с вами поговорим о ситуации на востоке страны, в частности в Харьковской области. Сегодня появилось сообщение от Купенской городской военной администрации. Власти начали обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купенского района в связи с усилением российских обстрелов. Мы знаем, что приграничные районы страдают очень сильно. Окупанты, как вы говорили, огромное количество сейчас артиллерийских снарядов тратят и других снарядов. Что вы скажете об этом направлении? Почему там сейчас оно важно для россиян? Почему там пытаются что-то как-то делать, продвигаться, но получают, вероятно, определенный отпор от ВСУ? Да, у них не получается пока как-то отметиться с захватами больших территорий и какими-то рывками серьезными. В основном они упираются в наши линии обороны, но действительно меры предосторожности важны, поскольку выразительно участятся в ближайшее время обстрелы гражданских объектов, населенных пунктов, поэтому эвакуация действительно нужна. Но она не говорит о том, что там есть угроза оккупации опять Купинского района и Купинска. В целом для россиян видится это направление как единственное, где они могут наступать, но мы видим, что это так себе, это дискуссионно. А второй момент, они таким образом пытаются отвлечь наше внимание от Запорожской области и Донецкой, чтобы мы перетянули часть своих подразделений именно на Харьковщину и Луганскую область для усиления нашей обороны там. И таким образом ослаб напор и давление в Запорожской области. То есть у них две задачи такие. Создать видимость какого-то наступления, чтобы его преподносить своему потребителю информационного фастфуда, в том числе, кстати, внутреннему потребителю, и параллельно ослабить наше давление на Юге. Давайте с вами обсудим следующую информацию. По поводу техники российских оккупантов поговорим. За время войны российская армия сняла с хранения более 40% старых советских танков и БТР, находившихся на базе законсервированной техники Вакжанова в Бурятии. К такому выводу приходит издание The Moscow Times после анализа спутниковых снимков Google Земля. Александр, скажите, то есть не только Бурятов Путин решил уничтожить, но и технику всю с того региона? Это отдельно взятый центр хранения, а их по России довольно-таки много, и на некоторых из этих центров хранения фактически даже нет и 30-20% от той техники, что была до начала полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые центры хранения полностью опустошены, точно так же, как и склады с боеприпасами. Поэтому это просто отдельно взятый эпизод, который говорит о том, что Россия исключительно сейчас продолжает войну за счет расконсервации и снятия с хранения техники. Но никак не масштабного, колоссального какого-то производства, как во времена Второй мировой войны, и все на производство, все для фронта. Нет, у них просто технического, технологической возможности такого производства попросту банально нет. И исключительно делается ставка на расконсервацию старого. Вот мы видим сейчас танк Т-55, да, если я не ошибаюсь, российских оккупантов. Здесь, в частности, идет акцент на том, что танки и оккупанты, вернее, наваривают эти мангалы, которыми пытаются защитить свою технику. Да, они действительно делают их даже в несколько этажей, чтобы было надежнее. Но в данном случае мангал не помог, потому что танк подорвался на мини, явно ТМ-62, противотанковое мини. А как много сейчас в целом задействовано танков, учитывая, что сейчас используют и артиллерию, и БПЛА? Вообще эта техника сейчас, она полезна оккупантам? Да, безусловно, они их используют, но функционал использования танка сейчас полностью изменился. Не важно, что это за танк. Т-55, Т-62, Т-90, Т-80 БВМ, Т-72Б3. Не важно. Они практически на 90% своего функционала используются как артиллерия. Как имитация самоходных артиллерийских установок, потому что критически не хватает артиллерии. Танковые дуэли – это, скажем так, большая редкость сейчас для фронта. Это главная имитация артиллерии. Вторая роль – это огневая поддержка пехоты в наступлении, ну или в обороне, как вариация. Александр, скажите, вы верите в нынешние заявления кремлевской власти о том, что у них якобы очереди сейчас на контрактную службу? Медведев заявлял, что за период этого года набрано уже порядка 200 тысяч. Ведь мы тоже понимаем, наши представители правительственного проекта «Хочу жить», наоборот, сообщают сейчас, что у них в прямом смысле горячие линии. И очень горячие, а не потому что россияне звонят, чтобы узнать, как сдаться в плен. Ну, разумеется, верой Медведеву никакой не может быть. Странно, что он при этом не заявил, опять-таки, что-то насчет ядерного взрыва. И зачем? И вообще, зачем им все эти мобилизованные, если у них есть ядерное оружие? Что это они так... Отбивается от рук, Дмитрий Анатольевич. Так вот, собственно, что до огромного количества желающих нет, его нет. И сейчас у них продолжает сохраняться уровень вот этой скрытой мобилизации предельно на около 20 тысяч в месяц. Этого критически не хватает. Им этот показатель нужно поднимать примерно до 50 тысяч. Они пока его не могут поднять, они не выходят на эти показатели. И поэтому говорить о том, что там у них очереди, да нет. Конечно же, это манипуляция. Скажите, если еще говорить о ситуации на фронте, не только на Купенск-Алиманском направлении, как вы опишите процессы, происходящие на других участках фронта? Естественно, так, чтобы не навредить нашим силам обороны. Где еще сейчас российская армия наиболее активна? Будьте добры. Ну, наиболее активна она Запорожская область, Донецкая область. Но это в основном оборонные действия. Это оборонного типа действия. И описывая в целом происходящее там, я могу сказать, довольно-таки уже вошедшую в историю фразу, все идет по плану. Все действительно идет по плану. И я, описывая события на материковом юге, опять-таки, всегда отмечал очень много схожего с освобождением правобережной Херсонщины. Мы сейчас наблюдаем очень схожий сценарий и последовательность событий, которые произошли. Вы имеете в виду поражение мостов? Да, да, именно так. И которые еще произойдут события, мы их все увидим. Скажите, а как приходится сейчас решать проблемы с заминированными полями? Понятно ли, сколько сейчас сотен или же тысяч мин зарыто в эти земли на южном направлении? Проблема очень большая. Тут недавно происходило разминирование участка 100 на 100 метров. Там было выявлено более 200 мин разного типа. Абсолютно. Противотанковые, противопехотные, мины, ловушки. Когда мина лежит поверх мины и пытаешься разминировать мину, думаешь, что она там одна, а детонирует вторая. То есть там очень серьезное минирование. И зачастую приходится это все делать вручную. Есть острая нехватка установок разминирования. Если мы говорим про советские образцы, то это УР-77. Если мы говорим про западные образцы, то это М-58 Миклик. И прочие техники, инженерные техники, противоминных тралов. То есть дефицит имеется. Проблема сохраняется. Но благо мы по ряду направлений уже вышли за пределы полосы обеспечения, которая является наиболее плотно заминированным участком первой линии обороны. Вышли на основную линию обороны по нескольким направлениям. И там вопросы насчет минирования, они несколько уже смягчаются. Они не настолько там заминировали эти участки, но там возникают другие проблемы. Там линии обороны более фортификационно укрепленные. Плюс это концентрация артиллерии и техники. Среднебронированные, легкобронированные, тяжелобронированные. Поэтому возникают уже другие препятствия. Скажите, мы помним, как россияне в последнее время, в последние месяцы в спешке и в ужасе окапывались не только на территории Запорожской области, но еще и строили фортификационные сооружения и такие же минные заграждения в Крыму. Минировали все, что там можно и так далее. В чем логика? Если, допустим, к полуострову будут уничтожены мосты все, то для кого все эти минные заграждения и так далее? Есть ли в этом логика действительно? Они рассматривают, действительно всерьез рассматривают сейчас полуостров Крым как последний такой бастион, форпост, который они будут удерживать. Это, с одной стороны, хорошо, поскольку говорит о том, что у российского командования нет особой иллюзии по удержанию материковой Украины, материкового юга. С другой стороны, это говорит о том, что так или иначе, на какую-то часть они будут загонять на Крым. Будут уничтожены мосты? Не будут, но именно через Ченгар и через Армянск они будут максимально стараться загнать все, что у них останется для усиления Крыма и принимать, скажем так, условно, круговую оборону. Александр, спасибо вам большое за ваши комментарии и аналитику. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был с нами в эфире «Фридемос».